7 июня съемочная группа Бессарабия ТВ и представители других средств массовой информации Измаила и района побывали в гостях у пограничников измаильского погранотряда. Подполковник Владимир Зуб рассказал о том, что общая протяженность государственной границы Украины, которую охраняет отряд, составляет 460 километров. Журналистам предоставили возможность увидеть, как охраняется государственная граница нашей страны по региону. Работники СМИ вместе с пограничниками отправились к месту, где река разделяется на три рукава. По пути следования катера по Кислицкому рукаву можно было увидеть даже берег Румынии. Подполковник Владимир Зуб в ходе этой встречи рассказал, какие документы должны иметь при себе люди, которые находятся в пограничной полосе. Для граждан Украины это может быть любой документ, который посвящает особу. Для иноземцев это может быть закордонный паспорт, который подтверждает законность их пребывания на территории Украины. В соответствии с тем, что если люди занимаются рыбопроводством, то должны быть документы, которые подтверждают законность выловки рыбных ресурсов. Журналисты увидели, как проходит процедура проверки документов пограничниками. Встретились и рыбаки, которые занимались промысловым выловом рыбы. Вы граждане Украины? Есть документы? Я подключу для себя. Представьте, пожалуйста. Начальник измаильского погранотряда рассказал о результатах несения службы на всем участке границы с начала 2016 года. Кроме этого, Владимир Зуб предложил всем желающим попробовать проявить себя в этой нелегкой, но почетной службе. Я наголошу, что с травня месяца нам, прикордонникам, поднято грошевое забезпечение до уровня висковослужбовцев в Збройных селах Украины. А самый висковослужбовец за контрактом, минимальная зарплата для него будет от 7 тысяч гривен. Поэтому, пожалуйста, все, кто имеет желание проходить службу за контрактом в нашем прикордонном загоне, обратитесь, мы их завжди в открытии. Наши адресы вы знаете, в улице Гавриила-Молоченко, 31. Завжди будем рад вас видеть. Легких периодов у пограничников не бывает, но летом особенно много нарушителей. Однако можно утверждать с уверенностью, граница Украины под надежной защитой. Литний период, период отпусток, особенно это относится организованных групп детей, которые выезжают без супроводства от родителей. Мы уже по этому випадку давали материал, засоби массовой информации. Ну и безусловно, когда теплая погода, это, скажем так, для порушников, это считается приятной порой урок. Так как они вважают, что охрана кордона здействуется ослабленно и, соответственно, при таких погодных условиях легче порушить государственный кордон. Но, как показывает практика, мы в любую погоду, в любую пору уроку завжди готовы защищать наш кордон. Мы будем охрану таким образом, чтобы мы не заважали пересечным гражданам, и пересечные граждане, они, фактически, не звертают внимания, значит, и не помечают этих всех заходов. Но мы завжди готовы в любой час дня и ночи, при любых погодных условиях, за безопасную надежную охорону наших бессарабских земель. Пользуясь случаем, Владимир Зуб поздравил журналистов с профессиональным праздником и вручил им грамоты за регулярное освещение оперативно-служебной деятельности измаильского отряда. И дозвольте, користуюсь нагодой, у вас вчера было профессиональное свято, приветствовать вас всех с профессиональным святом, поблагодарить вам счастья, здоровья, мирных репостажей, мирного неба над головой. Творческих успехов и всего вам наикращего. Приятного процедура, приветствовать вас еще раз с прошедшим профессиональным святом, поблагодарить всего наикращего, и в имени командования загона в себе особисто, за сопротивление в охране государственного кордона, регулярное выставление оперативно-служебной деятельности изминского прикордонного загона, для будней прикордонников и с нагодой профессионального света. Смотой корреспондента на каналу Бессарабия и ТВ Величко Галина Васильевна. Спасибо.